а чем общаетесь да я вот разным как ваш канал называете забыл нет у меня никакого канала вы с котом общались по-моему так и что да и это как мы сегодня час назад сегодня до через откуда будете снисить и норвегия оригинал сити какой ну маленький городок недалеко от осла оригинал сити нет оригинал сити это это карен сити называется оригинал сити откуда вы приехали моделанд что ли motherland меня интересует mother city скажем так но эстония маленький городок эстония а понял понял ну хорошо до раза в общаюсь история футбол железная дорога политика наук мужском муж с канадой так понимаю да с канада то что флажом у меня канадский поэтому поделись из канады да нет я просто видел вас где-то и по времени суток у меня светло но я понял видели у меня это у меня канал есть небольшой типа такой кота вы же там с полтавой тоже по моему общались да я со многим укра блогерем общался с российским я больше 100 диалогов с блогерами но и как вы оцениваете оцениваете деятельность украинских блогеров но целом смотрите вот интересный момент у российских блогеров в общем-то интеллектуальный уровень не зависит от раскрученности канала то есть раскрученные блогеры и не раскрученные блогеры если суммарно примерно интеллект одинаковые просто блогеры раскрученные они за счет хронологии вот кто раньше зашел в это в это дело там четвертое измерение горбовский катков был такой-то он сошел там было если помните такое было из крыма узбек вова узбек кто ну я не буду всех прочитать но открою зашел и кто сейчас постоянно на плане это все выпускает ролики поддержит канал тяни держат своих подписчиков и они от них не уходит и канал их развивается а среди украинских блогеров наоборот у них тенденция такая чем больше раскрученный блогер вернее чем меньше раскрученный блогер тем больше процентов них и среди них более-менее разумных вот наверху у них среди чат рулеточков серебряная кнопка у них 4 блогера только один способен к адекватному интеллектуалов нет вообще и только один из четырех способен к интеллектуальному разговору это вот одесская к адекватному разговору это одесская хунта а топ безграбность это вообще старый дикобраз вот посмотрите ролик со старым дикобразом это политический блогер который не знал что сша и канада это федерации до разговора со мной до первого диалога можете представить политического блогера топового украинского который не знает не знает что штаты и канада это федерация вот уровень но это уровень высокий а у меня в то же время есть и с разумными укра блогерами вот допустим посмотрите я не имея права их рекламировать я все-таки оппонент они на меня обидятся сказать что это антиреклама получается один из них сейчас не активен темная личность очень разумный мужик такой харьковчанин хотя хотя он сейчас не активен хотя вон утопит почему-то за украину хотя из харькера ну слушайте личное предпочтение это как бы кажется я просто хотел сказать что то блогеров украина такие там как полтава луганский ну ладно луганский как по моему личному мнению он такой под интеллектуала косит но манипуляторы редкостные юлиты и спрыгивает с темы это они чем-то жареного до полтава по моему он просто зарабатывает на этом а ведь по мази же больше дальше срач полтава вообще вообще он работает так как ему скажет порах партия он работает на луганский он уже работает там же луганский тоже работает но ему поскольку он не выходит на сам канал в отличие от полтавы он такого рулетки ему значит ну предоставили возможность импровизировать и луганский вообще не очень интересный психотип вот вы знаете чем отличается эрудиция от интеллекта представляете но интеллект это совокупность знания и умение этого придет знания применять это в сумме сказали я расскажу вот у луганского при весьма высокой эрудиции очень низкий интеллект я поясню эрудиция это способность акцептировать знания и хранить в мозгу и способность их воспроизводить это эрудиция это у луганского есть а интеллект это способность оперативно применять свою эрудицию то есть свои знания этого луганского нет поэтому он как как старательный школьник аккуратно у вас микрофон упал микрофон чуть ли не 12 миг это мониторов которые ему подсказывают там куча подсказчиков но технической грамотно он готовится но вот это пример человека с хорошей эрудиции с низким интеллектом но он вообще от природы лицо с физическими недостатками то есть с диспропорциональными конечностями поэтому нужно так сказать похвалить его родителей там ему стрёмно было очевидно футбол играть чтобы его не дразнили коротконожкой с ребятами там когда в тином был да он его родители вместо того чтобы он пошел нюхать клей посадили за книжки он книжки читал тут нужно отдать им должное поэтому у него весьма хорошая эрудиция а вот интеллект это же природная то есть оперативно применить интеллект он не может поэтому мне куча помощников они ему помогают неплохо поэтому не стрима получается так что вот этому всему быдлу его чатика реально кажется что он интеллектуал а на самом деле вот это вот так как я вот расписал но это мое мнение я не покиндуя на истину но я я бы все-таки не соглашусь как личность он довольно опять-таки и эрудированный начитанный не глупые ска я думаю что я говорю у него эрдиция высокая эрудиция у него высокая интеллект и интеллект тоже у него есть другое дело другое дело что он очень очень много его порода деятельности приходится очень-очень много врать и ему свою свою ложь и свое вранье приходится пытаться как-то закрывать за эвуалировать какими-то фактами которые относятся абсолютно никто из тези например он общался с таким начинающим российским блогером парнишка с короная да как он там как он там вилял я тоже с корона им общался посмотрите у меня два диалога интересных корона им кстати говоря дать вам название канала да напомните демклуб я сейчас если что я напишусь не слышу как как еще сейчас напишу по латинице пишется да нет 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 я вам даю русскую часть названия латинскую не даю это просто русская там если каналов вот потом вы вставляете в поиске ютуба увидите три канала да вот и я хочу сказать что корона ему задал вполне логичный вопрос на которого особо там я смотрел я смотрел можно не рассказывать я не про это как человек слился как он юлил как он избегал и перескакивал на другую тему что в итоге но он в принципе заставил чистейшей воды манипуляция он заставил корона и уже плясать по его дудке сожалению хотя с другой стороны но в принципе как если посмотрите диалоги мои с луганском я 5 диалогов не он вообще не дает рот раскрыть начиная с 3 диалога потому что знает что я в общем-то обладая высоким образованием и могу ты могу тупо его поставить в угол и простыми вопросами на которых не ответит поэтому он не просто не дает рот раскрыть вот но посмотрите интересно а вот что касается вы знаете киевскую хунта есть такой блогер по-моему да но он это самое он любит загадки загадывать и вот у него когда луганский был в гостях луганского не повезло потому задал загадку ну такой непростой но несложный на школьный курс геометрии и луганский не смог решить а я кстати решили как раз вот плюс минус два-три дня был стрима у киевских он ты мгновенно решил я вот лично а луганский не смог решить это о чем говорит что вот оперативная оперативного применения эрудиции у него есть хотя сама эрудиция есть а оперативное применение эрудиции то есть интеллект повторяю но и слушайте но это что же такая манипуляция тонкая вот хорошо давайте я открою какой-нибудь курс школьный курс и допустим класс за седьмой и что-нибудь откопаю оттуда и задам вам вопрос но великая вероятность чтобы не вспомнить у вас конечно это было и в нужное время когда вы этому обучались вы это помнили но сейчас легко можно вы могли уже это забыть например я или я электрика вообще по образованию будешь вас чем-нибудь по электричеству как бы тестировать нас очень легко я вас поймала спросите что не по электричеству первый закон киргофа геометрическая сумма тока в данной точке равна нулю еще вариант сумма токов и сумма векторов тока всходящихся в данную точку алгебраическая сумма равняется нулю сумма тока входящих в узел на сумме выходящих но я отлично прекрасно вот а ну просто на первое что в голову попал но я опять-таки смогу в учебник сдались не в специальные какой-нибудь а вот допустим какой-нибудь там интереснее откопать и вы и вы также сейчас можете меня легко помогать можно но я обычно знаю у меня на это еще знание потому что я я я преподаватель вуза лектор я я профессиональный вузовский экзаменатор простите ну а допустим вы знаете что такое как электрик что такое сила тока так давайте не будем сложно это все я представляю что это такое но нет но если интересно я могу рассказать как и шедать официально потому что электрики они представляют но не знают это типичная теперь ладно вот простой вопрос или клики что-то чем отличается анод от катода ну там один плюс другой минус такой плюс какой минус так катод плюс анод минус по моему она катод она катод боже мой это был электрики обычно отвечают анод плюс катод минус так отвечает а типичный ответ телемастеров потому что для потребителей тока именно так а для источников только наоборот катод плюс анод минус то есть когда вы когда вы вставляете свой телефон в зарядку у вас резко меняется она так а тот местами когда вы снимаете зарядку то же самое она так а тот меняется местами в вашем же телефоне у вас сейчас стрим или что сейчас или или запись просто позвать просто по запись но если будете выкладывать всем кто смотрит хочу сказать что ребята это гиблое дело когда вы отучились 20 лет назад вас по теории любого из вас вот посмотрит сейчас поймать будет элементарно в том числе меня я в школе отучился 40 лет назад а вот попробуйте поймать ну ладно я шучу можно поймать теоретически можно найти вопрос поймать я согласен а вас этих не техническое образование у меня три образования первое самое главное до образование физ химии я преподаю имею ученую степень поэтому второе образование юридическое это я чисто для иммиграции мне нужно было набирать баллы вы есть третье средне специально еще образование я обычно когда вот была на территории украины при а петре алексеевич порошенко была эта история с правильным и неправильным патриархатом помните напомню но относительно не так давно когда когда меня здесь граждане украины ловили и пытались там про гундяевщину и так далее я задавал простой вопрос символ веры назови если чек не называл то дальше не не было смысла разговаривать о православии абсолютно но я понимаю вы какая атеист может быть не курсе но скажем так чай который ассоциирует себя с православным христианством я не пытаюсь вас подловить нет и не буду спрашивать вас ни в коем случае но как бы человек каждый человек знает без разницы какого патриархата это у всех патриархатов такая история обязательно должен знать ну ладно хорошо приятно было побеседовать есть и вопрос у вас да нет у вас там с как-то как там борьба в канаде с этой с коронавирусом привились да я-то привился давно вот плохо что чем чем модерна я вы и я тоже я 1 файзера во вторую меня модерны привели это нас плохо то что это самое до сих пор не сделали документ есть бумаги для канады же я привился документа для других стран нет я и выехать не могу могу выехать но опять как будто этом не привиты буду там что-то сдавать нужно все ждут они как и не это самое протесты идут против этих самых паспортов но паспорта то нужны кто появился мне паспорт нужен к видны чтобы международный чтобы я показал день в европе там или у вас или в россии там или день еще в турции чтобы я не ходил сдавать что я примену они тут до сих пор а у вас она выпустили в евросоюзе да уже такие паспорта международный супер что привит или нет да выпустили но норвегия не в евросоюзе вообще но в норвегии это автоматически сразу же приложение у меня этот qr-код появился что я показываю везде его чтобы любой там норвегии норвегии вы показываете а в другой стране то он же не будет будет они сделали они сделали приложение и для норвегии и для европы до европы авто также не будет показывать наверное нет я хотел спросить как у вас реакция на модерна на вторую частности на вторую на первую рука болела на вторую вообще рука не болела температура была небольшая один день а рукава сушки молелы в отличие от 1 раза я привился в четверг и менять что-то в пятницу вечером как под накрыла кстати ваша украинская у меня не феноминка пачка лежит просто идеально две таблетки как рукой сняла фантастика ну таблетки таки есть не феноминка с украины давно давно привозил а почему вы говорите ваша украинская а вы не с украины изначально я жил харькове но я на два дома жил хайф харькове в москве ну извините я не я я почему думал что вы с украины начали народа не на слово слово ваша украинская на подразумеваете я не есть этнические украинец и меня это немножко так сказать неприятно когда социализации извините я просто не знал нормально хорошо ладно заходите на канал все жду вас на канале за свое хорошо подписывайтесь там три канала увидите приятно побеседовать было всех благ для дурака валяго разговаривать разговаривает вот так и динам Francisco почему же тогда утилитарным государством правильно утилитарница правильно Великобритания – утилитарная государство Германия утилитарная государство у них есть один уровень интеллекта у Миколы Рушницера на самом деле это геннадий хазан это уровень интеллекта креветки из азовского моря хорош они же передали 1922 году воронежская область а за втором году и львовская область где было в австрове грии но ищих в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо без лишнего шума узнает кто сейчас здесь стоит зарабян 1 сектор армении первые секретари обкомов камчатского белгородского и волынского воробьев из краснодара приедет завтра а вот с ним и зарабянам завтра совместный стрим москва сухуми отправляется с первого пути секунда проспал скорый поезд номер 12 москва сухуми отправляется с первого пути скорый поезд номер двадцать два пассажирский поезд пятьдесят девять и ростов-харьков стоянка поезда быстро проверить другие перроны а я посмотрю вокзал скорый поезд номер шестьдесят восемь харьков краснодар отправляется с пятого пути пассажирский поезд миллер тихо отец договоримся харьков краснодар отправляется с пятого пути телефон спецсвязи первая это седьмая объект со станции харьков ушел тихо отец в у у у у у а а у у у у Субтитры сделал DimaTorzok